Живо не За канатом Поднимай Давай Хорошо, хорошо Есть вопрос Вот ситуация между Россией и Украиной Как вы думаете, как она закончится? Ну или там Мысли какие-то Ваши, именно ваши Я думаю, что все будет зависеть От хода боевых действий Но Дело все в том, что Тут Когда я думаю об этом У меня главная мысль Что никто Не думал, что будет Вот такой вот кошмар Почему? Потому что Россияне Думали, что Ну это быстро Будет закончены боевые Ну условно говоря До Киева за три дня И они не могли Согласен, что быстро И они не могли себе представить Что будет такое активное сопротивление Особенно на северном фланге Этого нападения Согласен с вами полностью А мы со своей стороны Никогда в жизни не думали Что понеся Такие большие потери Россияне Все равно Будут Пытаться Продолжать Эту безумную Совершенно Так сказать Кошмарную Кровавую войну Ну блин Мы же все понимаем С вами Кто умный И кто это начал И почему это началось Это же каждые сто лет происходит На Россию Кто-то пытается нападать И Россия Дает пи*** И потом Опять Какие-то сто лет Все нормально Россия накапливает силы И опять Каждые сто лет На Россию нападают Ну вот они решили Вот таким образом сделать Подставив украинцев Вы же понимаете То есть Вы напали на Украину Потому что Нас подставили Не Не мы напали на Украину Потому что Вас подставили А Кто-то там За Большой водой У нас Решил Да Решил Напасть на Россию Нас поссорить Нас поссорить Ну Ну да Что-то типа того Они решили Вашими руками Воевать с нами Ну зачем Мы же Ну так Подождите Но мы бы на вас Никогда бы не напали Если бы ваши войска Не перешли бы границу Ну тут еще очень Это самое Можно и поспорить Ну тут можно конечно Спорить Да Можно поспорить Да Не будем спорить об этом Ну и вопрос Главный в том Когда это Блин На хрен Закончится И что вы По этому думаете Что будет потом Вот это самое Кстати важное Оно закончится Любая война Кончается Вы же понимаете Она Любая Кончается Что будет потом Как мы будем жить дальше Вот это самое важное Как вы будете Относиться к нам Как мы будем Относиться к вам Вот это самый важный вопрос А война-то Закончится Правильно Ну я же не знаю, сколько еще вы будете и себя убивать, своих граждан, своих военнослужащих, и нас убивать, наших граждан, наших военнослужащих. Это очень плохо. Конечно же, да, ослабить и убить, уничтожить, забомбить. Подождите, а в чем интерес Америки нас убивать? Ну вот вас понятно, вы враг Соединенных Штатов. Извините, на вас вообще, извините, похер. Нет, нас вообще похер. Нас убивают. Нас убивают. Я думаю, что так, без обид, без обид. Я думаю, что на вас похер, а убивают только нас. Нас. Извините. Ну это же с вашей подачи. Ведь если бы ваши войска не вторглись бы, а они все сделали для этого, чтобы и вторглись. И Гитлер не виноват, его заставили. Да при чем, говорит Гитлер? Ну почему вы сразу туда? Ну прямая аналогия. Ну гитлеровцы что же? Ну вот смотрите, смотрите. Защищали себя. Нет, я не хочу войну. Ну да, да, да. Вы не хотите. А кто хочет? Кто-то хочет. А, кто-то. И не я, и не вы. А этот кто-то, он рядом с вами находится в одной комнате? Нет, он рядом с вами. Там. Нет, я вот в этой вот комнатке сижу я один. Нет, в этом нет. А, вы его видите. Нет, я имею ввиду ваши покровители. Наши покровители. Наши покровители. Ага. Так, вы знаете, опять ничего нового. Гитлеровцы утверждали, что это все евреи. Ну вот так вот своим антисемитизмом. Они их не любили, да. А своим антисемитизмом они доказывали, что боевые действия происходят потому, что идет война против евреев. И евреи засели в Москве, и там рассказывали про Розу Каганович. Было дело. Чего только пропаганда. И вы знаете, я вижу этот эксперимент на вас. Немножко не так. Чуть по-другому. Ну, по-другому, конечно. Там есть свои особенности. Чуть-чуть иначе. Теперь американцы, бандеровцы. Да, бандеровцы. Для оправдания нападений, агрессии. Возможно, и так. Возможно, и так. Ну, в любом случае, я ничего не хочу. Хочу же постановилось. Я люблю Украину. У меня много друзей, знакомых. Поэтому все, что происходит, мне не нравится. Не нравится. Понимаете? Отлично понимаю. Вы замечательно. Ничего не могу сделать с этим. Ничего не могу сделать с этим. Да. Ну, блин. Что-то кому-то внушили, поссорили и понеслась. Ну, как-то так. Ну, я это вижу так. Я был на Украине много раз. И в 2008, и в 2014 был. А, вы, наверное, чувствовали агрессию к вам, как к россиянину. Кстати, да. Вот смотрите. Я был в 2008 году. Нас пригласили друзья. Все было хорошо. Я был аполитичен. Я молодой был. И все-таки мне сейчас 45. Вот. Я был молодой. И вот мы сидим, кушаем в ресторане. Напились. Все такое. Свадьба. И он говорит, ты москаль. Я говорю, да я не москаль, я из Сочи. Потому что я знаю, что москалии приезжают в Сочи. Ну, приезжают. Не, не, говорит, ты москаль. Я говорю, почему я москаль? Ну, мы вас не любим. Я говорю, а почему вы не любите нас? Я не знаю, говорят. Все так говорят. Но мы вас не любим. И вот мы сидели за столом. И он не смог мне объяснить, почему я москаль. И почему он меня не любит. Я говорю, ты меня уважаешь? Ну, типа, я нормальный. да ты горит нормальный но москалей мы не любят и это было в 2008 году я потом это забыл а потом в четырестом году я вспомнил а понятность его что это было я так и не понял да почему я москаль и почему меня в 2008 году на украине не любили я был в николаеве свадьба была я был на свадьбе что это такое было вы знаете для это ваш и нужно наверно была спецоперация потому что мы не понимали я ну вот тоже до 14 года я не понимал особенно до 22 года я не понимал значение слова москаль а потом мне такие объяснили что это оккупант агрессор и все такое прочее а в 2008 как я мог быть москалем вот и вот я сейчас вижу что хотя человек ну если это вот как вы рассказываете так и есть вот человек не понимал а а как он был прав вот все-таки народная мудрость как все-таки спецоперация вас показала ну кто вы такие что агрессивные злобные на американцев все скипс мы пришли за вот этими людьми с которым я сидел за столом и которые говорили что ты москаль и мы тебя не любим вот мы за ними пришли а я понял операция понимаете я понял зачем нужно было теперь уничтожать и бомбить город николаев а теперь все стало теперь все стали говорили москаляку на геляку а я этого не понимал я думаю это какая-то шутка а вот она чего было конечно хотели убить конечно хотели спрашивал они говорят мы не знаем как все говорят а подождите то есть вас хотели убить ну он так говорит а говорит да 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 говорит я говорю почему и вас хотели убить ты хороший но все так говорят да вот он мне так сказал это мы с ним на свадьбу были за столом я понял я понял но мы не убили правильно да нет мы бухали нормально бухом вас не люблю почему ты не любишь я не знаю все так говорят но я понял и не объяснил вы знаете я понял вы начали войну чтобы мы вас полюбили то есть если начать боевые действия и и ну как уничтожать убивать разрушать закрутить эту кровавую мясорубку и по вашей логике мы теперь вас полюбим а нет не полюбите вас не будет вот и все а вы те кто не любят вас не будут а а а бомбы они различают кто говорил не не всех 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 вы знаете мы просыпались было ужасно я в харькове просыпался утром встречаю соседа вместо здрасте он такой москаляку на геляку смерть москалям по радио по телевизору каждая передача только и говорили все официальные лица детей в садике учили календарь азбука дети ребенок только пошел в школу и там буква м это москаляка буква г это геляка очень похоже очень похоже вот так оно все и было как теперь вот это самое и вот за это надо всех уничтожить как же мы похожи на гитлеровцев на фашистов вы понимаете что когда вы говорите что ну вот всех уничтожить так я же не разовы говорю всех уничтожить это же вы сказали теперь вас всех уничтожить и у меня просто образ фашиста гитлеровца ну только говорите москаляку на геляку вы же все говорите а мы все говорили за что потому что а вам все говорили еще ради николаев я понял то есть вам все в городе николаев говорили москаляку на геляку не не все не все я понял то есть один человек сказал вам что так говорят все и вы после этого всех решили убить я не что кто а кто кто решил убить я догадываюсь почему это происходит лишь вам так сказал а я понял такая догадка замечательно так они же теперь говорят это происходит да так вот когда фразой если на всех убить москалей хотят вы все убить я думаю почему происходит специальная военная операция я думаю поэтому я понял какого хера вы знаете ну что вы понимали когда-то вы не военный когда-то была такая фраза смерть немецким оккупантам вы представляете я теперь они было такой фразы и я не слышал лозунга государственного не просто люди говорили а на государственном уровне в государственных советских СМИ была фраза смерть но это чтобы вам понятно было а в фильме вы слышали вы теперь понимаете да гитлеровцы напали и хотели ну всех не все они не они более они ресурсы были нужны да а вам не нужны ресурсы а мы что нападаем а это же не нападение я забыл вы не присоединили в конституции четыре области так уж напали первым мышь первые напали на вас на россию после этого до срума я началась до 22 началась война мы напали на россии вы напали на россию мы пошли защищать да замечательно было замечательная логика я вот тоже зачем мы забыли на российских я это в харькове видел а зачем нападение на русских российских военных это была кошмарная так сказать агрессия зачем в стране дурать я при чем это делать зачем это делать братья же пришли по не брать и прошли вы напали на донецкую и луганскую народную республику зачем это украина напала и кому технику пригнала туда зачем-то произошло это же ваши блин жители украины и вы украинцы напали на украинца сами на себе но кошмар успели они успели перейти в россию перейти в россию напали на россию мы уже упали на 10 лет вы 10 лет их бомбили вас просили что не надо а потом они перешли в россию под наш перло и вы на них продолжали нападать 14 году там же не было российских танков правильно и градов не было и военных не было российских в российской военной курины в российской военной т positively в россии военной форме ополчение российской военной форме русским оружием что у нас есть немецкая ну конечно какое еще только российская могло быть И форма какая могла быть? Форма. Какая разница форма? А шевроны можно поснимать? Защищаться? Какая разница какая форма? И деньги. Какая разница? Они защищали свой дом в российской военной форме? А ну какая разница в какой? Ну какая разница? Какая разница? Какие деньги платили? В нашей форме воюете? Да, 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 точно в американской. Не, в украинской. В британской? В британской, в украинской. Это если бы там была бы на Донецке, Луганске украинская военная форма, ну немножко еще британская, еще немножко там я не знаю какая-нибудь немецкая и русская. А они почему-то были в русской военной форме. Сами на себя напали. Мы же не поняли. Десять лет мы же не поняли. Восемь лет. А после восьми лет уже перестали нападать. А потом уже мы вступили. А потом уже вы вступили. Мы просто не поняли. Мы смотрим какие-то чучундры в русской военной форме с российским оружием. Их захватывают у них российские деньги. Документы напечатанные в России. Там написано Донецк, Луганск, а в России напечатаны паспорта. Так называемые. Потому что, а, все бывает. Ну хорошо, ну пейте дальше тогда пиво. Все бывает. Хороший ответ.